Здравствуйте, дорогие друзья! Как я рад вас снова видеть! Это я вру, я вас не вижу на самом деле, и никогда не видел. А вы меня видите всё время. Но, тем не менее, я благодарю вас за то, что вы материально поддержите канал, за то, что пишите комментарии, я их читаю с огромным удовольствием, за то, что ставите лайки, и вообще за всё, за то, что вы есть, за то, что вы любите музыку. Это прекрасно, когда люди любят музыку. И есть о чём поговорить на этом фоне, в этой связи, благодаря этому. Например, о замечательной пластинке, небольшой такой, небольшой пластинке, которая называется The Sound Remains The Same. Не удивляйтесь, что под роликом написано 2007 год. Все вы знаете, да, что концерт, который записан здесь, был сыгран в 1973 году, а именно в июле 1973 года, в Madison Square Garden в Нью-Йорке. А вышел альбом оригинальный, The Sound Remains The Same, если меня не изменяет, в 1976. Ну или в 1975, нет, в 1976, всё-таки, двойник. Но альбом этот хороший, однако он мне никогда не нравился по качеству записи, а сейчас он мне не нравится даже по своему наполнению. Точнее, он нравится, но не совсем. А вот эта штука вышла в 2007, и это ни больше, ни меньше, как четверник. То есть четыре альбома, которые зафиксировали, как я надеюсь, весь концерт. Хотя тут книжечка есть ещё, да, вот такая, с фотографиями. Если кто-то не видел никогда, ну, как Флэдзеппелен, может найти вот эту коробку и разглядывать книжку. Я надеюсь, что весь концерт здесь зафиксирован. Но беда-то в том, что никто из нас с вами не был на этом концерте в 1973 году. Хотя, может быть, кто-то и был. Зачем я так говорю? В 1973 году мне было 13 лет, я просто физически не мог там находиться, в Америке, в Нью-Йорке, из Советского Союза туда смотаться. Ну, возможно, кто-то и был, потому что нас смотрит весь мир. И поэтому мы не знаем ни реального порядка песен, как это исполнялось на концерте, ни реального сет-листа. Потому что, может быть, там что-то было и больше где-то, просто не вошло сюда. Хотя, я думаю, что вошло всё, потому что иначе зачем выпускать такую коробку, такое переиздание, четыре пластинки. Вот я их показываю, да? В общем, их четыре. И радуют меня очень здесь песни, которые не вошли в оригинальный альбом, как ни странно. Ну, вот скажут опять, ну, конечно, всех устраивает, Рыбина не устраивает. Рыбин вот то, что вот не вошло в альбом, то и нравится, да? Да, да, то и нравится, правда. То, что вошло в альбом, тоже нравится, но не всё, правда. Потому что вкусы меняются с возрастом. И где-то я в одной лицензии прочитал, что этот альбом устарел быстрее, чем музыка, которая на нём записана. Вот у меня есть подозрение, что это правда, потому что набор песен на оригинальном альбоме, он как-то не очень впечатляет. Я помню, даже когда я был юн совсем, мы слушали эту пластинку двойную, оригинальную, да? И как-то я с большим трудом её дослушивал при всей моей любви к Вотзепелю. Например, Ноу Квота, версия, которая входит в оригинальный альбом, да? Сейчас она, мне кажется, гораздо слабее, чем студийный вариант. Студийный короче, правда, да? Не такой грандиозный, здесь-то на всю сторону просто такое долго. Ну, так долго и так как-то однообразно, знаете ли. Я люблю однообразную музыку, да, с повторениями, с цикличными такими историями музыкальными. Но как-то вот играют и играют. А в студийном варианте она конкретная, она страшная, с развитием, с финалом. То есть, проходишь через все стадии, начало, завязка, завязка, кульминация, развязка и финал. Да, всё там есть. А здесь одна сплошная какая-то завязка, и как-то и финала нет даже. И как-то вот так всё происходит. Простите меня, любители Вотзепельма. Я сам любитель Вотзепельма, я просто своё мнение говорю. И, конечно, ужасает меня просто, к сожалению, Days and Confused, которая на две стороны почти. Сторона пять, сторона шесть здесь, да. Ну, в оригинальном альбоме, там, другое расположение, другая нумерация. Ну, просто, ребята, ну, это кайфовейшая песня, кайфовейшая. Так хорошо она сыграна в студии, так замечательно. А здесь первое время слушаешь её, да, всё хорошо, всё кайфово. Особенно после Ноу Квота. Думаешь, ну, вот пошёл блюз, а структура блюза, она, в силу своей вот этой хорошей монотонности и прилипчивости, привычности, она не скучна. Она никогда не скучна. Длинные блюзы слушаешь, не скучно их слушать, да, в этой структуре блюзовой, в этой гармонической последовательности. И думаешь, после Ноу Квота сейчас всё, насладимся. Но начинается соло Пейджа, и, боже ты мой, я считаю Пейджа гениальным гитаристом, кстати говоря. Это ни о чём не говорит, что соло, которое сыграно здесь, оно подчёркивает его немастерство. Нет, мастерство тут вовсю присутствует. Но дело в том, что в какой-то момент заканчивается музыка. Начинаются вот эти вот смычковые истории, которые к музыке, в общем, отношения не имеют никакого. На концерте, да, я понимаю, что на концерте это, наверное, круто было смотреть, как вот это всё, особенно после первой части, после его игры, игры всей группы, пения. Смычок, да, интересно. Когда слушаешь альбом, боже мой, когда вот это кончится завывание, потому что оно абсолютно бессмысленное. Оно не ведёт за собой, это не часть музыки, это просто вважение с мочком по студам, и больше ничего. Музыки там нету просто. И это так длинно, это так нудно. Боже мой, думаешь, ну что же такое. Зато «Straway to Heaven» просто кайф. Просто кайф. И Led Zeppelin подтверждает тот факт, что это самая мощная хард-рок группа в мире была на тот момент времени. Хотя какой хард-рок, Led Zeppelin играет свою музыку совершенно, она не поддаётся классификации, на самом деле. Какой это хард-рок, какой это металл, какой это блюз. Это не блюз, и не хард-рок, и не металл, и не фолк. Это абсолютно своя музыка, свой стиль под названием Led Zeppelin. И если на альбоме «Straway to Heaven» вылезана, вычищена и превращена в такой сверкающий, мощный, красивый продукт, который стоит миллион долларов, просто вот такая песня-песня, то здесь на сцену выходит рок-бэнд и играет на сцене рок-н-ролл настоящий. Ну, в широком смысле этого слова. И песня живёт, дышит, где-то что-то не так, пейдж играет другие партии, все играют чуть-чуть по-другому, и спето по-другому. Но это живяк, вот дыхание, дыхание, искренность и желание музыкантов эту песню сыграть. И вот в этом кайф просто настолько здорово, настолько шикарно просто сделано, что... Дорогая мама, это супер. На стороне 8, я первую часть пропустил, кстати, я к ней вернусь. На стороне 8 песня под названием «Хатбрекер», которой нет в оригинальном альбоме. Безумно просто, хорошо, гораздо лучше, на мой взгляд, чем в студии было записано. С умопомрачительным соло-пейджа, уже с хорошим, осмысленным, в отличие от «Dazed and Confused», осмысленное музыкальное соло, музыкальное, пошла музыка. Играет человек невероятно. Такая мысль, такой полёт, такая фантазия. Очень круто. И переходит это в шикарную коду «Holot of Love». Ну, тут вообще, здесь вот, если сравнить с «Dazed and Confused», здесь тоже вой, шум, термин «vox», всё это присутствует здесь. И гитара издаёт немузыкальные звуки, там, вот этим. Но это музыка. Это всё в музыке. Там кусочек ещё по пуре рок-н-роллов. Потом всё это возвращается в «Holot of Love». И настолько это, вот, в десятый раз повторюсь, что это музыка. Шикарная, прекрасная, мощная музыка, величайшая рок-группа. Всё. Клейма ставить негде, что называется. Всё сыграно. Ну, а начинается пластинка, вот эта большая, толстая. Так же, как и мы привыкли, рок-н-ролл. Пошёл с Джон Боном, да, пошли все, понеслись. Celebration Day, замечательная версия, без паузы, сразу после рок-н-ролла. И потом, неожиданно, вдруг группа начинает играть что-то непонятное. Какое-то интро странное. И в зале все как-то не понимают, что такое, что сейчас будет. Какое-то интро, интро, интро. И потом вдруг фигак и Black Dog. И тоже, как и Лестница в небо, сыграно с воздухом. При том, что тяжело, агрессивно, напористо. Но с воздухом, с дыханием, где-то что-то, какой-то кач появляется. Но кач не в смысле, что выходит из ритма, там, или мимо метра, там, куда-то, там, что-то. Нет. Всё, все вместе, просто все вместе дышат. Прекрасное взаимопонимание. И это взаимопонимание, на самом деле, самая яркая вещь в этом смысле, которую тоже нет на оригинальном альбоме. Over the Hills and Far Away. Следующая после Black Dog. Её нет на оригинальном двойнике. Пейдж играет партию акустической гитары на электрической гитаре. Потому что, ну, фиг ли, там, менять гитары. Всё несётся с такой скоростью на концерте, что не до того. И играется первая часть, играется песня. А потом начинается инструментальная часть. Длинная, большая. Шикарно играет пейдж. Соло, придуманное специально здесь. И что здесь меня зацепило, это ритмическое взаимодействие музыкантов. Именно вот в этой песне. Потому что такое ощущение иногда возникало, что слушаешь очень хорошую чёрную фанк-группу, которая играет настолько чётко, настолько точно. Здесь нет стоп-таймов. А есть такие микро-паузы, которые даже не являются паузами, а такие точки. И когда в эту точку попадают все абсолютно, все трое и даже все четверо, потому что и Плант попадает. Вот это вот Такая точность, филигранная Я не понимаю, как на таком концерте с таким звуком, с таким грохотом Я не знаю, что там было с мониторами в то время, в 73-м году Понятно, что никаких ушных не было У нас только просто, как будто в студии ребята сидят И я хочу сказать вам, музыканты молодые Те, которые хотят идти сейчас в студию и записывать свои альбомы Выключите все клики, нафиг Отключите клики, играйте, репетируйте Репетируйте друг с другом И вам никакой клик не будет нужен Вы сыграете все точно, с воздухом, с дыханием, со свингом А клик вас убьет Слушайте вот эту песню Over the Hills and Far Away в концертном варианте И поймите, о чем я говорю Дальше Мистер Маунтинг Хоп, который тоже нет на оригинальном альбоме Немножко поддушивает эту песню А вот следующая Сенса Вела Велью, который тоже нет на оригинальном альбоме Вот она тут очень хороша И чудесный дуэт Планта и Пейджа Когда Плант начинает импровизировать во второй части песни Уходит вверх голосом И Пейдж уходит за ним, поддерживая его вверх Тоже там 32-ми играет с дикой скоростью Так же поднимается туда за Плантом И потом начинается у них перекличка гитары с голосом Не просто там Нет, а именно в музыке В музыкальных фразах Так интересно Так Так хорошо Вот ребята играли Вот это да, это я понимаю И потом неожиданно вдруг The Ocean Которого тоже нет на оригинальном альбоме Развязано, размузданно Но бесконечно точно Опять-таки Вот это риф Ту-ту-ту-ту-ту Точно, чисто Как будто мы слышим студийную запись Хотя Все это живяк И Плант здесь Там подшучивает где-то И что-то еще такое Так Очень все Френдли Очень дружелюбно все При этом группа ощущает свою Самодостаточность Никаких там Уходов куда-то Психоделические Дали Все, мы играем рок Очень мощно Очень круто Ну и на третьей стороне The Song Remain The Same И The Rain Song То, что есть на оригинальном альбоме The Rain Song Мне очень нравится версия здесь Мелотрон с электропиано И акустическая Гитара электрическая Да, и голос Планта Без барабанов И потом только включаются томы И начинается уже Раскачка В общем Я очень советую Любителям Годзеппель Все-таки найти Вот эту полную версию Альбома The Song Remain The Same Она Гораздо интереснее Полнее и мощнее Чем привычный нам Двойник А я пошел Пить Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok